Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Обычно в это время, в этот день мы подводим итоги недели, обсуждаем самые актуальные события. До выборов остается совсем мало времени, буквально недели две. И сейчас мы поговорим и о выборах, и о ситуации в стране, и об актуальных политических событиях с всем нам хорошо известным Альфредом Петровичем Рубиксом. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот на вашу веку сколько уже было предвыборных кампаний, предвыборных процессов. Вот сейчас мы наблюдаем интересную картину. До выборов остается две недели. Казалось бы, чем занимаются парламентарии, особенно правящие. Вот они опять 28 лет носились с этими мешками КГБ, но теперь говорят, ну 28 лет ждали, теперь уже все срочно. Потому что за 28 лет не успели, я так понимаю, хотят успеть за две недели. Срочно принят закон, все обнародовать, агенты, алфавит, все в интернете, все доступно. Ну, многие считают, что начнутся какие-то новые там враги народа, охота на видим. Вот как вы к этому процессу вообще относитесь? Кстати говоря, один из пунктов этого законопроекта предусматривает и публикацию личных дел представить бывших руководителей ЦК Компартии Латвии. То есть, ваша биография тоже. – Да, ну на здоровье всем, кто этим занимается. Ну, это, я думаю, идет от бедности предвыборной мысли. Эти мешки уже там, наверное, половину мыши и крысы поели, и завелись уже инсекты там, те, которые заводятся в старых бумагах, никак не могут решить, что с ними делать. Я считаю, что не могут решить, потому что знают, что раскроются многие патриоты в кавычках сегодняшнего дня. И я другого не вижу. И поскольку это вопрос такой очень эмоциональный, надуманный во многом. Во всех странах есть агенты. И сегодня у Латвии есть агенты. Ну, и что, что их опубликуем? – Я бы хотел сказать, что ни одно государство, по-моему, без агентуры не обходит сюда. – Ну, это невозможно просто. Агентура нужна и должна быть. Агентура есть и у полиции, которая иначе ничего не знала бы, что где происходит. Поэтому это такая пустая затея. Тем более, что прошло уже 30 лет, но очень многие поумирали. Поэтому это, еще раз повторюсь, это от бедности предвыборные мысли. Нечего предложить, нечего обсуждать, хотя проблемы есть, но к этому не прислушиваются. – А какой, я не знаю, интерес, не знаю, жителям Латвии просто в интернете читать какие-то личные дела бывших первых секретарей? Ну, по-моему, ваша биография, мне кажется, не секретная. Всем известно, по-моему, нет. – Да, абсолютно. Она и в Википедии есть. Кто врет, кто как. Значит, новая вот Белоконевская энциклопедия она есть. – Да. – Кто есть, кто в Латвии тоже есть. Поэтому это не вопрос, находят даже мой телефон, нынешний не мобильный телефон, звонят, спрашивают, интересуются. Ну, не о том, кто в мешках и кто за пределами мешков, а других, о бытовых вопросах. – Как выжить вообще в этой ситуации? – Да, как выжить, да, совершенно верно. Очень много всяких обиженных людей, которых всякого рода халтурщики и бандиты, я не знаю, как их назвать, это использует и немощность людей, и возраст, и все остальное, чтобы как-то обмануть и что-то на этом как-то нажиться. – Вот, мы говорим о мошенниках, но есть такая ситуация, мы видим, что и на государственном уровне – это вся проблема администраторов непротивоспособности, когда какие-то молодые люди, там, ну, юристы, видимо, буквально за несколько месяцев становятся миллионерами, потом мультимиллионерами. Но я так понимаю, что и система, видимо, предполагает, чтобы вот так вот они могли обогатиться. – Безусловно. Я думаю, что все те информации, которые нет-нет, да появляются в печати, это вы легко сказали в течение месяца или нескольких месяцев, за неделю становятся миллионерами. И неудивительно взять хотя бы тот же процесс ликвидации Липа из Металлурга. Вот Липману доверять нельзя было, не дали. Он сказал, я возьму и сделаю, и сохраню этот завод. Не захотели, потому что там уже были назначены те, которые будут обогащаться и, видимо, кого-то еще кормить. Я имею право так рассуждать, потому что другой информации нет. И те деньги, которые государство вложило в это предприятие, даже все не могли вернуть еще. – Да, Липману не позволили, которого уже одно предприятие фактически поднял. Да, и мы знаем, что, в принципе, в Лепе с Металлургсом работал. А теперь, я так понимаю, все распиливают, распродают по частям. – Я так понял, потому что информации другой какой-то нет, ни официальной, ни журналистка, которая тоже официальная, конечно, но я имею в виду не на государственном уровне, а на уровне того журналиста, кто об этом пишет. – В принципе, я так понимаю, что Лепе с Металлургсом идет в историю, как и другие заводы. – Да, безусловно. И название – все. ВЭФ канул в историю, правда, остановка троллейбуса и городского транспорта сохранила название. Ну, что толку из этого? Только вызывает ностальгию воспоминания по тем временам, когда ВЭФ это звучало. Он звучал не только на весь Советский Союз, он звучал в организациях СЭВА, всех стран, которые входили, их автоматические телефонные станции для сельской местности, это был уникум, все их покупали и брали. Нет, взяли, все выбросили, сократили. Вагон-завод пережил, выжил всякие времена и работал, и делал. – Кстати, до военной Латвии делали вагоны, да? – Да, да, совершенно верно. И там и первая пожарная машина была сделана. Когда-то в Латвии гордиться надо было сохранить. Нет, сейчас идешь, там магазин, который полон товаров и продавцов, а покупателей раз-два я обчелся, потому что не по карману. – Потому что, видимо, количество магазинов уже превышает количество населения. – Я даже удивляюсь. У меня такое появляющее впечатление, когда работал в Европе, тогда этот вопрос поднимался, но шла речь о сельском хозяйстве, о этих огромных цепях, магазинных цепях. И, значит, тогда наш комитет собрался проверить. Только копнули, всем сразу рот заткнули и забыли, что кто-то там нельзя, не лезть туда. Я тоже думаю, столько товаров, столько всего. Я подозреваю, что там тоже нашли какой-то способ отмывать деньги, которые где-то получены, пропускать через это. Как иначе такая махина может существовать? – Да, потому что иной раз думаешь, вот ходишь по городу, видишь, что такое количество магазинов, в том числе, есть такие, при всем к нему уважении, бутики, где цены какие-то фантастические, кроме охранников и двух продавцов, которые сидят в интернете, может, больше делать нечего. Там не только нет покупателей, туда даже никто не заходит, но они в магазины живут, аренду платят. Ну, значит, что-то же происходит? – Коммунальные услуги оплачиваются, значит, где-то деньги откуда-то берутся, да. И еще на эту тему, если говорить, вот никто до конца ведь пока что не разобрался, может быть, разберутся. Но ведь есть информация, была информация о том, что наш славный представитель Латвии в Европейском парламенте, который стал комиссаром, что он получил взятку за то, что лоббировал, или предлагали ему взятку, обсуждали этот вопрос за то, что лоббировал интересы Каталонии. А потом, когда поехал работать, то это предвыборные кампании, очень много, в Елговчане задавали в других местах вопрос, и что, почему недорасследовали. Ну, стрельчонок взялся, поэтому его самого расследовали и убрали, и все. – Ибрали, да. – Это не единственный такой пример. – Сказали, не годится, да. – Это не единственный такой пример. Теперь новая звезда, в кавычках, Стрите появилась, то она тут кричала все время, что в городе Риги ворует, если ворует, у тебя есть достаточной информации, почему ты не пускаешь ее в дело, а если нет, то замолчи. Она так смело заявляет, Кучинский, уходи, ты там наворовался, еще чего-то, ну, слушайте, что это за отношение к стране, которую ты сама во власти представляешь? Я не понимаю, не приемлю это. – Тем более, человек работал в правоохранительных органах, все полномочия были, а где, собственно, результаты? – В том-то дело, в том-то дело. – Да, ну вот вы уже упомянули промышленности, и интересно, что фактически от промышленности осталось сегодня, хотя в этом плане национального развития говорили, что мы будем наращивать, дойдет до 17%, значит, было 13%, сейчас, я так понимаю, 12,1, то есть, мы идем в регресс, да, и когда вот упомянутый уже господин Липман там встречался, насколько я понимаю, с каким-то представителем власти, не будем называть их фамилии, и употребал термин реальная экономика, они его смотрели и говорили, а что это такое? – Что это такое? – То есть, видимо, думают, что купи-продай – это и есть реальная экономика, да? – Да, ну да. – На самом деле, все-таки это создание добавленной стоимости, так я понимаю? – Добавленной стоимости, безусловно, безусловно. – Да, поэтому перерабатывающая промышленность и добывающая промышленность, они составляют хребет всей экономики, а торговля, обмена – это услуги, да, это со мной часть имеет, но это не главное, там деньги у меня появляются. – А у нас практически больше ничего и не осталось, послушайте. – Ну, я даже не знаю, но есть какие-то мелочи, некоторые тут работают, в принципе, ЛС-1 там тянет несколько предприятий маленьких, да? – Это правда, да. – Но в основном жизнь идет за счет еврофондов, так я понимаю, да? – Ну да, а тогда, когда решили, разрешили, значит, деньги, полученные из еврофондов, закладывать в национальный доход, ну тогда где же эта добавленная стоимость? Это кто-то где-то добавил, в том числе и Латвии, конечно, но это же не в чистом виде, а поэтому получается, я всегда говорил, что настоящий рост экономики валового продукта будет тогда, когда это почувствует рабочий и пенсионер в своем кошельке. А то, что статус управления и еще некоторые клерки и руководители даже страны преповедуют и пропагандируют, что вот рост валового продукта, отчислите все то, что прямого отношения к валовому продукту не имеет, и тогда вы увидите, почему народ недоволен и почему продолжают уезжать из этой страны. Но вы же теперь у власти, уже скоро будет полвека, как вы у власти, ничего не сделали, кроме как вы не можете тоже открыть эти мешки КГБ и издеваться над честными людьми, которые были в компартии. Да, вот интересно, что 85% пенсионеров получают пенсию, которая ниже проживочного минимума. Вот ответ на весь вопрос о внутреннем валового продукта. Да, да. А ведь были деньги, ну как, деньги социального фонда, те, которые были собраны, их пустили на другие дела и говорили, не волнуйтесь, я помню, в газетах писали, да, все вернем, все это хранится в государственной кассе. А в государственной кассе давно уже это не хранится, уже новые долги там появились. Поэтому, ну плохо, мне просто жалко эту страну. Ладно, мы, старики, доживем свое, да, умеем в разных условиях выживать, но ведь растет новое поколение. Допустим, наши дети, да, видят перспективу за границей. А кому останутся внуки? Что они будут делать и как будут делать? Вот что, на том, что пугаем, что вот-вот нападет Россия, на этом патриотов не воспитаешь. На том, что по нашей стране независимые, свободные, ходят чужие сапоги армейские, которые законам Латвии не подчиняются, ходят вооруженные. И что, кого, от кого они будут сохранить, неужели, если они боятся, что Россия нападет, так что там, пехота двинется сюда, больше у них ничего нет, чем защитить эту страну. Поэтому выдумывают всякие, вот то одну больницу, то вторую ликвидировали, отдали, то земель с царгом, то я он с царгом, то... Теперь говорят, будем строить бункеры в ожидании нападения России. Ну да, я там занимался одной перестройкой, значит, такого дачного домика, огородного домика. И когда народ ходил и спрашивали, что вы тут делаете? Я говорю, строю бункер, вот-вот Россия нападет, надо готовиться. Смеялись. А потом сейчас читаю в газетах, уже министр обороны говорит, что вот надо готовиться к этому, что бункеры будут. А те, которые были хорошие в советское время, ведь я ликвидировали... Миссис Бомбоуберщины, да? Да, ну, просто вы знаете, ну, не знаю, пусть меня простят те, кто меня слушает, что я частенько, может быть, вспоминаю прошлое, но есть что вспомнить. А что мы об этом периоде вспомним? Одни разрушения. Вот нападает на Ушакова, на Саскова, у нее это все не то. Это один из немногих, а если говорить о городах, то единственный мэр, который показал, что Саска не может сделать в том же городе Риге. Пройдитесь по улице Валдемара, пройдитесь по Кришану Барону, по Калпаку, по другим, которые реконстрированы. И мне сердце болит. Я сам этим, когда в советское время занимался, будучи шесть лет мэром города, люди едят по зеленой зоне, потому что, ну, наверное, папа богатый купили машины, бьет по ребрикам, по этим все растоптанно. Где хочу, там иду. Ну, хочешь так ходить, тогда езди в лес и там находись. Ну, в городе надо соблюдать какие-то правила. Мы не любим это. Не мы, не все, но очень многие есть такие, такое безразличие к тому, что на все это ведь тратятся наши деньги, налоги наши. Да, да, построили скамейки, их уже распилили, сломали и унесли. Да, я помню, и в мою бытность было так. Мы построили памятник вот освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, и там были предусмотрены дубовые доски на скамейке. Через неделю их не стало. Распилили, там для поделок не сжигать, а из дуба можно много хороших вещей делать. Ну, вынуждены были поначалу поправлять, а потом уже, когда я этой должности был лишен, там уже теперь пошли деревянные обычные сосновые. Вот вы упомянули памятник. Кстати, одна из партий, и вот ТБ Веселатвии, прямо записала свою программу, что демонтаж, снос памятника освободителям. Я всегда говорил, у вас нет такой техники, чтобы ее снести. И зачем? Это же не памятник строю. Не нравится советский строй, там уже ТБ. Если они попытались бы по-настоящему проанализировать беспристрастно и посмотреть, и сравнить, что люди тогда имели, что имеют сейчас, то им бы по-другому рассуждали. Ну, этот памятник не той власти, этот памятник тем, кто погиб на фронтах, борясь с фашизмом. Да, это же не памятник там советской власти. Ну, конечно, вот именно. Ну, вот интересно, вы упомянули как раз вот советский период. Мы знаем, что прямо министр юстиции заявил, что мы продолжим подсчитывать убытки от советской оккупации и прямо иск подготовим Российской Федерации. На оплату. Да. Потом, кстати, мосты, все объекты тоже занесли в убытки? Ну, наверное, да. Не знаю. Наверное, Россия с простертыми руками ждет вот этого расчета. Она не знает или не понимает. Ну, то это можно, если для науки это надо, надо. Но тогда меня все время вот эта мысль тоже тревожит. И нет теперь такой возможности более настоятельной проталкивать. Почему в Латвии нет музея оккупации немецкими фашистами нашей страны? И показать там, что есть. Ладно. Ведь о том, что происходило с Советским Союзом, когда он освобождал Латвию от немецкой оккупации, есть нормальный процесс, его решения, которые определяли, значит, что фашисты здесь натворили, сколько вывезли, сколько убили их, сколько лагерей, и все остальное было, как народное хозяйство пострадало. А по надуманному предлогу, ну, тогда надо судить и не чествовать своего Карлеса Уманова, который разрешил войти здесь и войти в Советский Союз в нашей стране. Он еще, кстати, специальную пенсию просил у Советской власти потом, да? Да, да. Не, ну, все абсурдно. Поэтому все эти... Вот все на эмоциях. От такого глубокого исследования, понимания. Да, конечно, я же не говорю, что не было ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает и кто ни над чем не задумывается. А так, те, кто работает, конечно, ошибаются. В том числе и политики есть ошибки. Но не так, как просто огульные, просто вот кому-то захотелось сказать и вот говорит. Придумали какой-то термин. Я читал эту брошюру Райвиса Дзинтерса. Придумал, значит, позитивный национализм. Что за выдумка? Откуда такое взялось? Какая наука? Где это раскрыло? Если это наука, то пусть защищает диссертацию и доказывает, что бывает позитивным национализмом. Это не значит, что не надо или нельзя уважать интересы и жизнь национальных меньшинств или национальности вообще. В советское время был при социализме такой лозунг, что надо уважать все национальности, все равны, все языки равны. Тут придумали. Ну, скоро, наверное, у украинцев научатся наши тоже националисты, начнут сжигать русские книги на русском языке, научные, как и угодно, так как это уже на Украине началось. И я уже читаю в газетах, что вот теперь в масс-медиах должны быть минимум 20% песен и всего музыкального только на русском языке. 20% а 80% на латвичском истякните. Нечто будет вам показывать и говорить. И главное, зачем это делается? Это ведь фактически просто раскол общества на пустом месте. Я думаю, что я не исключу, если за этим стоят какие-то руководители из-за океана, которым надо, чтобы здесь был конфликт. Чтобы здесь был конфликт. Так как разожгли конфликт ни из чего на Украине, так уничтожили Советский Союз и по этой же схеме все продолжается дальше. То есть Советский Союз именно растащили по национальным коридорам, да? Да, мы делали в Европейском парламенте было слушание о причинах. И очень много сделали греческие коммунисты и другие там наши фракции, которые работали, которые я работал в парламенте в Европе. Там эти вопросы обсуждались и совсем в другом плане, совсем по-другому, чем это здесь сегодня все показывается. Альфа Трубикс у нас в студии. Я вижу, что и звонки есть. Обязательно их примем после перерыва. Не переключайтесь. Альфа Трубикс у нас в студии. Я вижу, что у нас есть звонки. Одевайте, пожалуйста, наушники. 612-12-939. Телефон прямого эфира. Вот сорвался звонок. Пока мы ждем. Может быть, такой вопрос, который я хотел вам задать. Ну, все-таки вы наблюдаете. А вот, да, есть звонок. Давайте мы примем. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Можете подсказать, какие были настроения в прибалтийских других республиках по поводу развала СССР? Ну, коммунистов, я имею в виду, у руководителей. И могли ли вы теоретически арестовать Горбачева, когда он был здесь, в Латвии, тут, чтобы вообще дезактивировать его, да? Если у людей при Балтике возможность вместе объединиться, чтобы освободиться от паразитов, которые сейчас заняли руководящие места. Спасибо. Если я не ошибаюсь, только добавлю, что, по-моему, Горбачев у нас был еще в начале перестройки, 86-й год. Еще никто не думал, что так все закончится, да? Да, да. Ну, значит, в Латвии таких сил не было, чтобы таких людей можно было пористовать. То есть, задержать их можно было, но это очень быстро распутали бы, были бы те, которые задержали бы тех, которые задерживали. Да. Там власть была крепкая и охранялась она достаточно крепкая. Да, ну, я так понимаю, что мы, конечно, ударяемся в историю, но буквально, раз уж такой вопрос в водеослушателя возник, ведь изначально, видимо, Горбачев не приходил для того, чтобы уничтолить Советский Союз. По-моему, нет. Ну, как мне казалось. Хотя он в одном из интервью за рубежом, где-то в Турции, где он был уже после того, как потерял эту должность, сказал, что это была мечта его жизни, значит, разделаться с коммунистами и с коммунизмом. Так он же сам был. Я только могу сказать, вспоминая тот год, я удивился. Всех пригласили на встречу с Горбачевым, а мэра Риги, который готовил улицы, готовил гостиницы, готовил всё, что от города зависело, чтобы город выглядел красиво, на встречу с Горбачевым не пригласили. Я понял, что это виной тому моя биография. Я всё-таки имел отчима, извав НСС, хотя родил меня красноармеец, будучи отцом моим. Ну да. А вот то, что отчим, фактически, тоже это повлияло, разумеется, да? Я думаю, да. Я это чувствовал. Я видел это своё личное дело, когда уже, значит, меня начали посылать в Академию общественных наук, высшую дипломатическую академию. Я и оттуда, и оттуда отказался, потому что я понял, с такой биографией, при той строгости, наверное, закономерной строгости отбора кадров, которые готовили, дальше, чем знание языков и что-то понимание больше, чем я понимаю в международных делах, я бы не попал. Хотя, я так понимаю, вполне возможно, что он был насильно туда, да, так сказать, призван в этот легион, да, судя по всему? Или это вы даже не знаете? Насильно, да. Да, да, насильно, насильно. Он ушёл работать. Он работал на железной дороге, ушёл вечером на дежурство. Утром мама ждала, что он придёт в дежурство и принесёт чемоданчик с углём, потому что пить было нечем, мы почти ротавой жили, там сейчас, где Кенгаракс построен, у железной дороги. Вот, не пришёл, следующий день не пришёл, не пришёл, потом получил повестку, что ваш муж мобилизован в Афанэсэсэс. То есть, после насильно? Да, но это уже, уже гремели выстрелы, уже было слышно, это был 44-й год, когда был призван. Потом он попал в плен на территории Польши, вернулся, не был поражён в правах, но... Биография есть, да? Биография есть, да. Фамилия у меня, кстати, моего биологического отца. А, не? Он не адаптировал. Но они много, там много сложностей было, они с мамой много думали и выбрали правильное решение. Наверное, это так, да. Может быть, такой вопрос, вот вы об этом уже говорили, вот многие, наверное, забывают, а молодое поколение, ты не знаешь, что ведь по существу 44-го года вот республика же была в руинах, об этом многие забывают, да, так сказать, и по существу вот сейчас убытки подсчитываются, но там нужно подсчитать, как страна по существу полностью разгромленная республика была всё-таки отстроена. Да, это всё я помню. Я помню и какой энтузиазм был у людей, и вот отчим, когда вернулся через фильтрационный лагерь, где он год был под Уралом где-то, пошёл работать на железную, на шоссейную дорогу, было потеряно зрение, он уже на железной дороге работать не мог, и вот этот кусок дороги от Айскроу к Ледококнесе, тогда она не была асфальтирована, была грунтовая, было его местом работы, и я вместе с ним на велосипеде ездили где-то там под Плявенес, долбили доломитовый щебень, который потом на лошадях вывозили, делая шоссе. Так что, когда еду по этому шоссе, я всегда помню, как это было, и помню, как было трудно и тяжело. Ели виковый хлеб, другого не было из чего печь, и пили холодную воду из родника. Вот так было. Ладно, мы дети, а мужики-то им-то есть, надо было побольше. Но мы видели, весь народ верил в то, что будет лучше. Идет какой-то праздник, снижение цен на какие-то вещи, без которых можно, нельзя прожить, а и повышение цен на то, без чего можно жить. Народ верил, так было. И народ был мобилизован, и отстраивал все то. Поэтому в начале 50-х годов была уже и первая электричка на Рижской Акземоры. И были отстроены заводы. Прошло несколько лет после войны. 5-7 лет там, да, конечно, да. Карточки были отменены уже в 48-м году. Ну, да, было трудно, но была вера у людей. Сегодня такой веры нет. Сегодня вера в заграницу. Чуть что, чемодан, вокзал, и уехали. В Европу, да. И я так понимаю, 400 тысяч уже уверовали, если так можно сказать, за границу, уехали. Из этих 400 тысяч вернулось только 45. человек. Это все, чем закончилась программа правительственная, хваленная реиммиграция. Ну, да, потому что она не основана на каких-то реалиях. Люди готовы терпеть, пережить что-то такое. Если видят перспективу, что вот, значит, за тем пригорком, за той горой будет лучшее жизнь. Такую идиллию, такую веру все те, кто были у власти за эти годы, ни один не вселим. Не вселим, да. Вот интересно, сейчас мы выйдем в предупрежденную кампанию, и такое ощущение, такое вот дежавю, что ничего не меняется. Опять какие-то красные линии, вот это вот прокремлевские силы, с ними мы говорить не будем, вот с ними создавать правительство не будем. Я, когда слышу эти слова, действительно, какие красные линии? С одной стороны, значит, мы признаем, что есть дипломатия, с другой стороны, мы эту дипломатию не признаем и тянем какие-то красные линии. А у дипломатов есть хорошее такая, значит, поверье. Никогда не говори никогда. А вот красные линии, это есть никогда, но, во всяком случае, на ближайшее время. А если посмотреть, то люди должны все оценивать по тому, что сделано. Я со всей ответственностью, и думаю, что все, кто меня знает и слышит, поймут, что я имею такое основание и такое право говорить. Столько, сколько сделано в Риге, то, что сделало Саскани, что сделал Ушаков, мэр Ушаков со своей командой, до этого никто столько не сделал. Я уже об этом в начале говорил, как выглядят улицы сейчас, которые отремонтированы, сделаны. Поэтому, вообще, людей хотел бы, чтобы смотрели не то, кто на каком, на то, кто на каком языке говорит, а на то, что кто сделал в жизни, кто чего достиг. А мы же по какой-то принципе соблюдении или не соблюдении красных линий, и, кстати, в предвыборных дискуссиях тоже у журналистов первый главный вопрос чуть ли был всегда каждой партии, а пойдете ли вы с Сасканья? Почему такое вот противостояние? Ну, может быть... Так демократия не строит, и так мы выбираем власть не для одной какой-то национальности, а для всех, кто здесь проживает. Рига была многонациональной с начала того, как она была основана, кстати. Латыши согласились и приняли, что Рига основал не латыш, а основал немец. Ну, вот интересно, что вот, что больше всего беспокоит, что за этими криками, это может быть другая тема, но тем не менее, за этими криками о повышении конкурентоспособности в образовании, мы по существу видим, что, ну, взят курс на ликвидацию школ национальных меньшинств, и при этом еще ругают коммунистов, при которых все-таки можно было учиться на языках, на всех языках, в том числе в Латвии тоже. Да, ну, я это вообще не понимаю, потому что, если посмотреть, сколько доступно достижений научных в области, не знаю, химии, математики, в области литературы, да в любой области, это очень мало из того, что имеется на других языках, в том числе и в первую очередь на русском языке. Во всем мире, везде науку русскую и таблицу Менделеева уважают, а в Латвии давай только то, что не на русском языке. Не согласен с этим категорически, никогда в жизни не был согласен с этим. Я за то, что языки должны быть равноправные, и уж есть народы, у всех народов есть такая поговорка, пословица такой, поверье, что если кто-то вырос настоящим, хорошим, честным человеком, то говорят, а, это он, с молоком матери впитал, и веру, и любовь к своей стране, к своей родине. Ну так, как же так, мы этого ребёночка маленького уже теперь из детского садика будем учить только на латышском языке. это абсурд какой-то, это не знаю, на это не осмеливались даже очень сильные нацисты, тех, которых судили в Нюрнвере. Ну, уже не говоря о том, что, по-моему, сколько бы не обвиняли Карлиса Умниса и в национализме, и в авторитаризме, но, по-моему, всё-таки школу нацменьшинства не закрывало, так вот? Нет, да, нет. Ну, и, наверное, излишне говоря, что всё-таки интересно, что вот всё, кто это проводит, вот эту политику, они сами жили, учили в Советском Союзе, и они в основном образование получали на своём родном языке. Так получается, что они ещё больше коммунисты, чем те, которых они ругают. Нет, ну, там вообще логики нет в этом поведении, там есть голая человека ненависть. Больше я другого ничего не вижу там. Там ничего нет. На этом, тем более в наше время, ну, очинитесь же в те, кто ещё не проснулся от того сна, к которым вы там комфортно, видимо, себя чувствуете. Ведь в наш век, когда развит так транспорт, когда очень между многими странами есть безвизовый режим посещения, когда интернет и тому подобные информационные технологии по всему миру идут, какой смысл и какой прок бороться за то, чтобы закрыть какие-то доступы другого языка. Ну, в то же время, конечно, да, вот русский. Я всем всегда говорю, и моя тезис такой, вы боретесь не за сохранение латышского языка, а вы боретесь открыто и откровенно против русского языка. В то же время английский лезет уже с другого бока на арену. Ну, самое интересное, что, чтобы защитить латышский язык, надо прежде всего добиться, чтобы люди не уезжали, носители этого языка. Да, мы же видим, что происходит, но это же катастрофа. Потеряно почти миллион жителей, вот статистика с 91-го года, без войны и без эпидемии, но это же просто катастрофа. Да, совершенно верно. Если бы эти руки могли здесь работать, создавать и создать, получая нормальную заработную плату, на что должно было быть направлено на все стремления и старания всех партий, которые у власти, тогда жизнь была бы совсем другой. Поменьше надо слушать те шепоты и все те намеки, которые идут из-за океана. На такое подчинение за океану, я не знаю. Ну, кто-то скажет, а вот в советское время тоже. Да, я в советское время был не только мэром, я был министром местной промышленности и знаю, когда я ездил в Москву, я мог доказать, что мне нужны деньги, мог доказать, что мне надо построить метро, я это получал. Сейчас шиш, не получаем ничего из Европы, получаем, все кричим мало, потому что эти деньги идут не в инвестиции, а идут на поедание. Да, и в 20-м году, я так понимаю, будет еще меньше еврофондов. Что мы тогда будем делать, я честно говоря... То, что будет меньше, это безусловно, это все уже верят, и никакие там объединения Латвии, Литая, Эстония или плюс еще Польша эту ситуацию не справят, потому что эти 80 миллиардов, которые унесла, уносит с собой Великобритания, это никто восполнить не может. Поэтому надо готовиться к тому, что самим надо более рачительно, более рационально, более целенаправленно использовать те средства, которые есть и которые сами зарабатываем. Ну, я так понимаю, что если есть желание, если есть политическая воля, можно и хотя бы и промышленное производство поднимать, и транзит улучшать, да, если есть на это воля? Для этого надо во первую очередь, на мой взгляд, ну, есть разные способы, но на мой взгляд, в условиях Латвии, где было достаточно развито различные направления науки, науку надо соответствующим образом финансировать. У нас же на науку и на образование отводится так мало денег, что там ничего не возьмешь. Составляются различные планы, составляет кто угодно, те, кто хотят и могут получить плату, оплату за то, что очередной план состряпали, который ни один не действует, а наука остается в стороне. Наука остается в стороне. А даже те, которые бывают, там попадают, подстраиваются под общение. Я считаю, что ученый, он больше политик, чем любой другой политик. Если он верит в свою идею, и верит, и знает, и понимает, и может обосновать, что вот этот путь, эта дорога будет правильная, он должен быть патриотом и бороться за то, чтобы это было освоено. Я вот, будучи в Европе, когда работал, получил письмо от президента Академии наук, господина Спаритиса. Это надо настолько быть отчаянному человеку на такой высокой должности, что он пишет письмо, значит, веря, видимо, я благодарен за это, веря, понимая, и зная, наверное, то, что я мог делать все, чтобы я помог пробить финансирование, значит, увеличение финансирования для науки. То есть, до чего уже состояние? До какого состояния? Я, конечно, ответил культурно, на съезде этот вопрос поставил, этим путем мы не решим. Это надо решать тем, которые с бравадой приходят к власти и обещают горы всего, не понимая, что эта гора должна на чем-то держаться. Держаться может только на научной основе, тем более сегодня, когда уже все разные экспериментальные методы испытаны, и наука нашла решение очень многих вопросов. Да, спасибо большое. Так вот у нас время подходит к концу. Может быть, такой последний вопрос. Как Вы считаете, если все-таки придут к власти другие силы, сколько времени потребуется на то, чтобы, по крайней мере, в Латвии начался реальный рост экономики и уровня жизни? Не менее пяти лет. То есть, все-таки пять лет понадобится? минимум. Это минимум, чтобы почувствовать что-то, потому что все настолько запущено, настолько закоррумпировано, что не о чем даже говорить. Алифа Трубикс снова был в студии. Большое спасибо.